— Славик! Славик! Проснись! — Люда трясла мужа, который во сне повторял, а точнее практически кричал, ставший уже мемом среди его друзей, но от этого не менее леденящую фразу. — Славик сделал глубокий резкий вдох и очнулся. С той операцией прошел месяц, а он все никак не мог прийти в себя. Каждую ночь одно и то же. — Люда зверела. — Славик? Отчаивался? — Людочка, скажи честно, ты меня заговорила у кого-то? Он лежал, уставившись в потолок. — Славочка, ты думаешь, мне нравится просыпаться каждую ночь от твоих визгов? Люда пыталась маскировать раздражение, но у нее получалось все хуже и хуже. — Так уж и визгов! Могла бы меня пожалеть? — сказал Славик и пожалел, что это сказал. — Что? Тебе, может, напомнить, из-за чего все это случилось? — вопрос был максимально риторическим. Труфальдина из Боровихи не забыл бы детали того дня никогда. А начиналось все с давления. Артериального. За тридцать-два дня до этого диалога. — Славик, ты чего такой озадаченный? После стольких лет в браке Люда чувствовала мужа даже через стену. Поэтому эта фраза пришла к нему в WhatsApp. Идти из спальни в гостиную ей было лень, тем более Славик ожидаемо моментально появился в дверном проеме. — А откуда ты знаешь? — Ну, во-первых, с вероятностью 80%, если тебе задать этот вопрос рандомно, то попадешь в точку. Хотя сейчас я и правда заметила, что ты какой-то смурной. Мне кажется, у меня высокое давление. — Что значит «кажется»? У нас украли тонометр? — Я пока не померил. — Что мешает? Люда пыталась не упустить нить очередного сезона, очередного всесезонного сериала, поэтому говорила немного отстраненно. Славик не любил равнодушия по отношению к своему здоровью. Он выключил телевизор и укоризненно посмотрел на жену. — Можешь хотя бы как врач проявить сочувствие, если его не нашлось в жене? — Слава! Брови Люды начали менять свою геометрию. — Я пульмонолог. Ты вроде дышишь. На этом мои медицинские обязанности заканчиваются. А как жена, я сейчас надену тебе телевизор на голову. Ты можешь померить давление и сообщить результат, а потом решим, что делать. — А если вдруг оно высокое? Так у меня хотя бы есть надежда, что мне просто кажется. А так будет стопроцентное подтверждение. Голос Славика напомнил ныть ее водопроводных труб. — Слава! В последний раз, когда ты устроил истерику, у тебя температура была 36,9. Уверена, с давлением то же самое. — И вот еще я в чем не уверена. С реальной проблемой ты, разумеется, не разобрался? Боря мне лично сказал отправить тебя на операцию. Но ты же у нас сам себе малышева. — Вы с Борей хотите меня убить на операции и поделить имущество? — Именно. — Вот объясни мне, почему все мужчины одинаковы? Они будут выносить мозг по любому незначительному поводу и умирать от насморка. Но скажи им, что реально нужно сделать. Все. Никаких шансов. Будут больницу за километр обходить. У меня недавно был пациент. Ну, как пациент? Почти сразу умер. Хотя я ему, вот не совру, десять лет говорила, что нужно сделать. — В смысле сразу умер? И ты так спокойно об этом говоришь? Слава, я врач. И если ты не хочешь, чтобы потом мы с Борей так же спокойно говорили о тебе, — Прямо сейчас позвони ему. Там реально неделю лежать максимум. — Где лежать? — В морге, идиот! — В палате, конечно. До и после операции. Я тебя буду навещать, кстати. Уверены, еще добрые люди найдутся определенного пола. Хотя, как показывает практика, в больницу любовницы не ходят. Только жены. Славик неожиданно ответил серьезно. — Вот зря ты так о людях. Жены тоже чаще всего уже не ходят. Посылают Яндекс.Доставку. Люда шутку не поняла. — Славочка, я так поняла, что если я зайду в палату, а там на тебе голая девушка, то это Яндекс. И он тебе что-то такое доставляет, да? — Очень смешно. — У меня урологическая операция, но это тебя не волнует. — Очень волнует. Пойдем, исполнишь напоследок супружеский долг. А то операция, мало ли что. — Пойдем. — Прошло давление, я так понимаю? — Долг важнее. Морк на Славика подействовал, и он стремительно самоорганизовался. Прибыл в больницу накануне, заселился и начал осмотр личного состава на предмет гендерно-возрастного соответствия и опохотливым интересам. Детский гештальт секса с медсестрой так и не был им закрыт, а напяливание халата на девиц с разной степенью социальной ответственности проблему не решало. Вот, кстати, при случае надо бы уделить этому феномену мое научное внимание. Почему одна из самых популярных мужских эротических фантазий — младший медицинский персонал? Ведь по роду своих занятий медсестра не может ассоциироваться ни с чем приятным. Вынос судно, постановка капельниц, клизм, взятие анализов. Все эти афразиаками не назовешь, тем не менее в любом секс-шопе Отдельная полка оставлена под белоснежные халаты с красными крестами. Вячеслав Маркович, давайте температуру померим. От внешности вошедшей медсестры у Славика поднялась не только температура, но и давление. И еще, по мелочи. Вот нет другого слова. Секс-бомба. Халат ей был малорешительно везде. И короток. Вы что, с конкурса красоты? Ради такой медсестры я буду оперироваться раз в месяц. Как вас зовут? И у вас, ну, просто убийственная улыбка. Я не доживу до утра, если вы не будете заходить каждый час и улыбаться мне. Вы ведь Юля, да? Судя по бейджу. Ну, что вы меня смущаете? Юля игриво поджала губы и добавила. Борис Владимирович нам всем сказал следить за вашим эмоциональным состоянием, иначе его убьет ваша жена. Тоже врач. И при том хороший. Вот ведь Боря, тварь честная, подумал Славик. После фразы о жене пытаться намекнуть на то, что халат на медсестре лишний, стало гораздо сложнее. Через некоторое время в палату зашел Боря. Боря, вот зачем нужно было всем медсестрам говорить, что я женат? Юля заходила, да? И хитно отметил хирург. Да, заходила. И у тебя от ее вида мозги расплавились? А кто ходил и всем тут говорил, что у тебя друг врач и жена врач? И что ты лучше знаешь, как тебя кормить? А я так говорил? Да, говорил, Буратино. Ты сам себе враг. С Юлей у тебя, кстати, были бы шансы. Она только что с парнем рассталась. А ты уже? Слава, ты дурак? Я хирург тут, а не султан с гаремом. Слушай, а может мне обычную тему мою с ней провернуть? Что, мол, сложная операция, последний секс. Скажу, что жена давно отказывает в близости. И что сестры милосердия в Первую мировую всегда так делали с обреченными в лазаретах. А они делали? А что, Юля в Википедию полезет проверять? Не выглядит она как победитель программы «Умники и умницы». Короче, пришли мне ее еще раз, и я начну рыдать. Она же до утра? Она-то до утра, только Юля в Википедию, конечно, не полезет. Но откроет историю болезни и прочитает, что у тебя, по сути, прыщ на жопе. Но я просто не хочу рисковать и затащил тебя на стол. — Боря, точно. Ты гений. Как же я сразу-то не догадался. Что такое? История болезни в компьютере? Слава, даже не думай. Боря, то есть вот так ты мне долги возвращаешь? А кто взял на себя твою Альбину, а? Мне до сих пор Люда ее припоминает. Ты мне что тогда обещал? Именно. Все, что угодно. Боря посмотрел в окно и перекрестился, глядя на купола в долине. Борь, ты совершаешь абсолютно богу угодное дело. И я и Юля будем счастливы. А ты завтра утром придешь и все обратно в истории перепишешь. Потом скажешь, что заработался. Только я тебя прошу что-нибудь поужаснее там на плите, ну, чтобы Юля не смогла мне отказать. В районе десяти вечера Славик вышел на охоту и зашел в сестринскую. — Юлечка, не хотите шоколадку? — На мне и так халат не застегивается. А вы почему спать не ложитесь? Перед операцией надо выспаться. — Как можно спать перед смертной казнью? — Нет, спать я не смогу. — Ну, что вы так пессимистично? На операциях очень редко бывает летальный исход, особенно в вашем возрасте, тем более у Бориса Владимировича. — Обнадеживает. Но вы просто не знаете, что за операция. Боюсь, летальный исход с определенной точки зрения был бы идеальным вариантом. Округлое лицо Юли, которое и так напоминало персонажей советских сказок на основе славянского эпоса, стало совсем лунообразным. Она с ужасом произнесла. — А что у вас за операция? Вопрос поставил Славика в тупик. Боря что-то там нахимичил, но Славик не уточнил, что именно. — Если любопытно, прочитайте истории болезни. Я не хочу это все еще раз проживать. Юля посмотрела в компьютер, и по изменяющемуся ее взгляду Славик понял, что долг Боря отдал сполна. — Какой кошмар! Вы же совсем еще молодой человек. Вам еще любить и любить, а тут... От глаз Юли, наполненных сочувствием, по венам Славика потек джинс с тоником. Теперь вы меня понимаете. Честно говоря, не думаю. Я просто не представляю, что вы сейчас испытываете. Это я еще, как осознанный человек, понимаю, что сексуальную энергию можно как-то канализировать во что-то иное. Юля прошептала. — Нельзя. — Я пробовала. — Не получается. Джинс с тоником начал кипеть. — Вот именно, — подтвердил Славик, — мое подсознание бьется в конвульсиях, поэтому вы уж извините, что я иногда смотрю на вас так, ну... Ну, вы понимаете как. — Смотрите сколько угодно. Ну что вы. Я же медсестра. Мое призвание — помогать людям. А тут такая ситуация. — Да уж. Ситуация сложная. Вы для меня практически стакан воды для умирающего. Жаль, конечно, что на воду я могу только смотреть. Вы просто не представляете, что сейчас происходит в моей голове. Какие визуализации? Какие визуализации? Я в целом нераспутный человек. Я лучше пойду. — Давайте я вас провожу до палаты, и там... — Ну, посижу с вами, если вы, конечно, не возражаете. — А почему ваша жена в такую ночь не с вами? — Такую сложную ночь. — Вы думаете, Славик не знал, что сказать? — Обижаете. — У нее суточное дежурство. Интересы больных превыше моих личных. Так что сегодня я один на один со своим вызовом. Ну, разве что вы со мной посидите, добрая самаритянка. Я из Вологды, — уточнила Юля, так наивно и добродушно, что у Славика даже что-то светлое шевельнулось в душе. Но он нажал выкал. Тем более. За стенкой палаты Славика кто-то стонал по медицинским причинам. Им с Юлей пришлось подстроиться. Через два часа Славик засыпал самым счастливым человеком в этой больнице. Вы им не поверите, но его разбудили. Пришла еще одна, жаждущая помочь пациенту. Все-таки женщины не умеют держать язык за зубами. Измотанный Славик сказал, что он в медитации и не готов. Утром Славика повезли в операционную. Бори пока не было. Сказали, задерживается. Славик так отчаянно хотел спать, что заснул до анестезии. Потом в полудреме натянул наркозную маску и вырубился окончательно. Очнулся в палате. Голова шумела. Рядом сидела Юля. Юлечка, а ты что домой не пошла? Да вот и решила поддержать в такой тяжелый момент. Какое же у тебя большое сердце? Славик начал судорожно соображать, знает ли Юля про подлог. Он вчера не придумал, как будет выпутываться, когда она вернется на смену через два дня. Даже планировал уговорить Борю отпустить ее в отпуск до его выписки. Тем более все-таки был новый хирург. Молодой парень, — добавила Юля. Почему новый? — А Боря? — спросил Славик. Он узнал это ощущение. Предчувствие катастрофы. — А вам не сказали? Борис Владимирович попал в ДТП. Вот прямо у подъезда в больницу скорая в него влетела. Вот ведь судьба. Он без сознания. Славик поднял одеяло. На ожидаемом месте он увидел бандаж. Абсолютно сухими губами он прошептал. — Господи! — Нет! А потом судорожно обратился к медсестре. — Юлечка, что со мной сделали? — Прости, я не очень в себе после наркоза. У Юли потекли слезы. Бедный ты мой. Мозг отказывается признать реальность. Удалили их. Славик рявкнул. — Юля! Срочно сюда этого молодого дебила! — Какого? — Хирурга! Или я сейчас выйду в это окно. Какой здесь этаж? — Второй. Я поднимусь на пятый и выйду. Зови его! Через пять минут Славик торопливо излагал суть дела. Хирург покрылся пятнами. — А я еще удивился вашему спокойствию, — пробормотал он. — А вы что, не видели, что их не надо удалять? Заподозрил неладное, когда поздно уже было. Просто поймите, в истории болезни так все было подробно расписано. — Я не мог. — Есть у меня идея. Не знаю, получится ли, но я попробую все исправить. — Как? — Пришить назад. — А это можно? У Славика фантомно сжались удаленные части. — Ну, я не пробовал до этого. — Но что мы теряем? — Да уж. Все, что можно, уже потеряли. Давай. — И, родной, я тебя прошу, если не пришьешь, ты меня лучше из анестезии не выводи. — Верни мне их. — Верни! На этот раз Славик с трудом ушел в отключку. Пришел в себя в той же палате. Один. И ровно в эту же минуту вошел Боря. Славик сразу начал орать. — Кретин! Ты что наделал, идиот? Мне сказали, ты без сознания. А мне без тебя тут яйца отрезали. Их, кстати, и пришили? — Да. Он вновь поднял одеяло и испытал неописуемое счастье. — Господи! Они на месте. — Господи! Спасибо тебе! — Слава, ты о чем? — Кого пришили? — Кто без сознания? Слава начала зираться, как бы ища демонов или еще чего похуже. — Боря, подожди. Ты не попадал в аварию? — Слава, тебе чего, под анестезией приходнуло, что ли? — Боря, ты меня оперировал? — Нет, папа римский. — Я, конечно. — Боря, ты просто сейчас умрешь. Короче, во-первых, спасибо тебе за историю болезни. Это был лучший секс за долгое время. Юля, Юля, просто бомба. И такая, знаешь, нежная бомба. Понимающая, альтруистичная. — Слава, не перебивай. Короче, трахался, как в последний раз. Просто в роль вошел. — А она у тебя, кстати, с понятиями. Спросила, почему жена не со мной в эту последнюю ночь. Пришлось лечить, что у жены дежурство. — Слава! Боря безуспешно пытался перебить друга. Но потом мне приснилось, что ты в аварии, не исправил обратную историю болезни, и мне реально удалили яйца. А потом другой врач пытался их назад пришить на новой операции. На этой фразе из туалета вышла Люда. Туалет был не так уж и далеко от кровати Славика, а он ищал настолько громко, что теперь неотделенные части тела сжались уже нефантомно. Боря попытался отмазаться. — Я пробовал тебя предупредить. — Я не могу. — Славочка, — сказала Люда, — раз уж так сложилось, что я услышала начало этой душесчипательной истории, то давай, жги дальше. Судя по всему, это так смешно, что я готова закрыть глаза на морально-нравственный аспект. Так, я жду подробностей. Что за альтруистичная Юля и что именно тебе приснилось? И что это за подделка истории болезни? Боря, ты же профессор или такой же долбозвон? Боря и Славик ожидаемо застыли. Первым, собравшись с мыслями, выступил ложный калека. — Люда, ты себе не представляешь, через что я прошел. Ни один кошмар не может сравниться с этим. Я до сих пор не могу найти внутри себя опору и окончательно поверить, что это все был сон. Господи, когда я подумал, что их удалили, знаешь, какой была моя первая мысль? Ну, в смысле, во сне. Что больше не будет в твоей жизни, Юля? — Нет, первая мысль была о самопожертвовании. Да ты что! Как трогательно! Я думал, что я тебя отпущу, что ты не должна будешь со мной мучиться. Тебе будет нужен нормальный мужчина. — Нормальный. То есть не тот, который уговаривает хирурга подделать историю болезни, чтобы трахнуть медсестру, да? И тут Славик ударил шашкой по шахматному столу. — Люда, ты что? — Это мне приснилось. И операция, и секс. Разве ты не поняла? Боря судорожно пытался понять, что говори. — Приснилось? — Конечно. Это все был сон. От начала до конца. Борь, ну скажи ты ей, что ты никакую историю болезни не подделывал. — Люд, я что, сумасшедший, что ли? Под наркозом так бывает. Человек вообще не может определить, где реальность. — Вы чего? Меня оба идиоткой считаете? Тут Боря стал серьезен. — Ни в коем случае, Люда. Ну, ты как себе все это представляешь? Я подделываю истории болезней, пишу, что у Славика ампутация. Он заставляет медсестру прочесть это и разводит ее на последнюю в жизни секс. Креативно, конечно. Но Славик не писатель, чтобы такое придумать. Когда Славик очень хочет трахаться, он может стать даже композитором. Но, пожалуй, это и правда слишком сложно. А главное, я не верю, что ты в здравом уме в такое впишешься. Ты же у нас апостол верности, в отличие от этого придурка. Я ему всю эту Альбину забыть не могу. Эй, прости, что мы на тебя подумали. — Ну, что тебе еще, Славик, снилось? Я не приходила обнаженная, нет? В это время в палату заглянул какой-то мужик и громко сказал. — Вы бы хоть потише ночью трахались. Всю ночь не спал из-за вас. Да и просто завидно. Пойду к главврачу, пожалуй. И закрыл дверь. После минуты молчания Люда холодно заметила. — У этого тоже наркоз, да? И вышло. А дальше началось. Через несколько дней Слава вернулся домой, и жена даже вроде бы как-то не поднимала тему Юли. Но вскоре предъявила следующую претензию. — Слава, мне не очень нравится спать с Жоржем Бенгальским. Слава чуть не подавился. — Я вообще не знал, что ты с кем-то спишь, кроме меня. — Это как вообще? — Так же, как ты. Или, прости, забыла. Тебе же твои бабы просто снятся. — А вообще, Славочка, ты бы классику перечитал. Жорж Бенгальский — это герой Булгакова, которому отрезали голову. Потом пришили. Он все время повторял «Верните голову! Верните!» — А при чем тут я? — Ты, Слава, каждую ночь кричишь во сне. — Верните мне! Верните! — Только не голову. — Ну, ты понял. Мне это мешает спать. Да и потом я прямо-таки вижу культурную деградацию на твоем примере. — Я так кричу. — Каждую ночь, Жоржик. — Прекрати! — Как думаешь, что с этим делать? — Ну, подождем. Потом сходишь к психологу. Как мы знаем, психолог не помог. И через тридцать два дня Славик сидел на кровати, разбуженный людой после очередного ночного кошмара. — Слушай, Славик, — сказала она. — Давай вот о чем подумаем. Фраза из Булгакова. Он — мистик. — Что-то ты с этим делом наведокурил. — Слушай, а ты этой Юле вообще-то сказал, что ты ее обманул? — Может, из-за этого? Она же из добрых побуждений, можно сказать, из светлых. — Срочно найди ее и все расскажи. Повинись. Может, тебя и отпустят. Просто я пытаюсь забыть ту историю, а ты мне каждую ночь о ней напоминаешь. Славик явился в больницу. — Юлечка, я очень перед тобой виноват. После долгого повествования Юля расцвела. — То есть у тебя все хорошо? — И ты снова можешь. Не имеющий ничего, святого Славик тут же переориентировался. — Конечно. Хоть сейчас. Просто мне было очень неудобно, что я так нагло тебя дезинформировал. Запомню это слово. Ну и слава Богу, что так. И спасибо, что повинился. Я за тебя свечки в церкви ставила, чтобы тебя жена не бросила. — Свечки в церкви? — Ну да, а что? Я каждый день прохожу мимо. Ну и... Как-то привыкла. — Больше не ставь, я тебя прошу. Тогда меня жена точно не бросит. Больше Славику сны не снились. Жоржиком его еще долго называли. Но он запомнил навсегда. Если обманываешь ангелов, то мстить за них начинают демоны. Слава Богу. Продолжение следует...